Нинецкий округ отмечает День памяти олено-транспортных эшелонов. 20 ноября 1941 года в округ пришел приказ мобилизовать людей, оленей и даже собак для нужд советской армии. За считанные месяцы были сформированы 4 батальона. Более 7 тысяч оленей в сопровождении 6 сотен оленеводов, рыбаков и колхозников отправились на Карельский фронт. В честь отважных защитников на Ринмаре ежегодно проводят митинг. Валентина Чибичек продолжит. День олено-транспортных эшелонов стал памятной датой для Нинецкого округа в 2013 году. Гоном ранее в Ринмаре открыли памятник, посвященный воинам Заполярия. Чем дальше уходят дни военного времени, тем больше вспоминаешь тех, кто отдал свою жизнь за родину. Майя Афанасьевна уже не один десяток лет собирает данные о родных погибших на фронте. Сегодня в списке, полученном от военкомата, 9 человек. Это, значит, братья моей бабушки и братья моей мамы. Но список у меня не весь, потому что у мамы моей было в семье 14 человек детей. И когда я уже взрослой была, их осталось всего трое. И то один потом погиб, двое было, тетка и дядька из той семьи. А остальные даже не вернулись некоторые. Воспоминаний от родных осталось мало. То же касается фотографий и документов. Поэтому каждый факт и вещь становятся бесценными для Майи Афанасьевны. Документы из архивов, снимки из газет и книг она бережно хранит для своих детей и внуков. Воспоминания о двоюродном дедушке рассказывает как можно чаще. Яков, когда вернулся, он нам привез немецкие игрушки. То, чего привозят, он привез немецкие игрушки по пьемоше. Мы долго ими играли. А потом он, видно, умер. Я помню, что он меня носил на руках. Сегодня об участниках олено-транспортных эшелонов не забыли. О них пишут книги и снимают фильмы. А в этом году группа краеведов совершила мотопробег по дороге фронтовиков. Туристско-краеведческую экспедицию посвятили 70-летию освобождения Заполярия. Ее участники на снегоходах преодолели более 2,5 тысяч километров. От Наринмара до деревни Рикосиха. Из нее эшелоны уходили на фронт. Летом уже на автомобилях дошли до крайней точки Карельского фронта – полуострова Рыбачий. Мне кажется, на этой площадке вот сейчас есть союз. Союз нашей молодости, союз зрелости, союз будущего. Во славу России, во славу Нинецко-автономного округа. В память тех, кто положил и отдал жизнь, вот для того, чтобы мы жили с вами спокойно. Ежегодно исследователи родного края отправляются на раскопки в Карелию и Мурманскую область. В книгу памяти Нинецкого округа сегодня занесены не все имена. По словам историков, в летопись войны включены имена только половины фронтовиков, которые погибли в одном бою, практически в одном месте и в один день. Мой дед Беляев Клементий Иванович и его брат Беляев Леонтий Иванович, они были призваны и воевали в составе олено-транспортных батальонов 2-го и 11-го. Они оба погибли в 43-м году. Поэтому сегодня, конечно же, я не могла сюда не прийти и не почтить их память. Тем более место захоронения до сих пор их неизвестно. И поэтому единственное, куда мы можем прийти и поклониться их подвигу, это вот здесь. К памятному дню 24 ноября в КДЦ «Арктика» состоится театрализованное представление «Мы сбережем родную память» – начало концерта в 19 часов.